Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Семкин Это не мое. Если я беседую с кем, и мне дается, это не значит, что нечистый дух мне дает, например, и какой-то талант. Нет, потому что Бог дает духом святым. Слово Божие нам говорит, что думайте о чем говорить, дух Божий будет за вас говорить. Да, когда поведут вас за свидетельство к начальникам, потому что вещь серьезная, там не просто поведут. Не переживайте, не заботитесь, что вам говорить. Ну и проповедь Евангелия в Духе Святом. Вот апостолы, проповедники, те, кто от Бога, проповедь, они сами себя слушают. Ну, я по себе знаю, если когда дается. А бывает, что не дается, знаешь. Бывает, вот разговариваешь и раз, и все, и двух слов связать не можешь. Ну, уже раньше я как бы того, или плохо понимал. А потом, со временем, приходит опыт и понимаешь, что не надо продолжать разговаривать с этим человеком. Или продолжать эту тему говорить. А он ко мне приходит, мышь, а у меня вообще, да, речь отнимается. Ты видишь, я вообще говорить не могу ничего абсолютно. Не то, что я уж перестал ему о Боге говорить. Потому что он не принимает совершенно. А может быть, тот же самый дух, он и отнимает, как бы, речь. Может быть, он и не дает. Не, не то, что, ну, как я, что я могу сказать тебе на это. То, что о Боге с ним, значит, не надо говорить абсолютно. А если я больше, а я больше ни о чем не могу говорить. Нет, я тоже такой, как ты был. Я тоже, вот, например, меня человек возил на работу. А мне молчать как бы неудобно. Это плоское такое, знаешь, вот молчать, может, про погоду там. Еще про что-то сказать. Как бы чувствовал себя неуютно. Я раньше был, когда был еще парнем, так молчал. Я был молчун. Я больше слушать. А почему-то потом такая перемена произошла, что я, ну, так себя неуютно чувствовал. Другой будет молчать, например. А мне как бы неуважение к человеку. Надо вот что-то сказать, что-то спросить, понимаешь. Там пускай, ну, какая-то тема. Я сам на себя был недоволен. Думаю, что же со мной происходит. Ну, раздражался на себя. Зачем? И надо себя, я же знаю себя другим, например. Вот так и это. Надо же, вот ты говоришь, надо же о чем-то говорить. А ты не начинай разговоры ни о чем. Не ищи такого, знаешь, общения, благоволения. Он хоть и не верующий будет, но вот Бог дает делать доброе дело. Он может не делать, а может делать. Вот если он делает вопреки своей выгоды какой-то, корысти, понимаешь. Ему очень учтется на суде. Вот там я посмотрел, Samsung тебе пишет. И то он напишет, и то. Вот все он копает насчет язычников, спасения. Ну, отвечаешь, он опять что-то там донимает. Но дело в том, что все придут на суд. Вот верующий не приходит на суд. А остальные все придут на суд. Вот кто придет на суд, не все погибнут. А спасение, это при жизни человек достигает спасения. Язычник при жизни не достигает спасения. Он умрет. И тот язычник больше дел сделал. Злых там, добрых меньше. Там уже весы будут. Это на суде праведном. Вот там будет определяться, спасен, не спасен. А спасение только во Христе Иисусе. Это верующим, христианам. Это церкви спасения. А он все напутал. Вот если он при жизни не спасется, то он придет на суд. А на суде уже, что делал доброго и худого? Ты говоришь, ты говоришь истину. Мы знаем, что истина это Христос. А что нам говорит Христос? Он говорит, вы род лукавый и прелюбодейный. Разве не это нужно говорить людям? Мы же говорим от Христа. А если говорим Христово, мы говорим истину. Ведь разве он ни лукавый, ни прелюбодейный? Ни в коем случае. Это может только сказать посланник, апостол. Вот апостол, посланник, сын Божий, он уже просто человеку встречному не будет говорить. Просто в дом он не войдет. Просто в дом. Просто приглосят, он тоже не пойдет. Он водимый Духом Святым. Это же водительство Духом Святым и управление Духом Святым все религии отвергли. Они воссели на седалище Моисеевым вот эти папы, кардиналы, папа римский, вот эти княжества бесовские, вот эти престолы бесовские. А они, они твергли Моисея и Аарона. Это в прообразе. Но дело в том, что этот прообраз в Евангелии написано об этом. Что это делают нечестивые грешники. Отвергают. И теперь что? Они руководят везде. В народах, в этих царствах, в этой религии. Они разрешают, они запрещают, они свои законы. Потому что Дух религии во многих, во многих, и, казалось бы, людей таких кротких и смиренных, я это уже понял, есть. Но этот Дух религии, он живет. И его ни я, ни другой какой человек не может это искоренить. Ничего у человека очистить от этого Духа религии. Это только божественной силой может произойти. Я не хочу имя назвать человека, о котором уже так мне открыто. Ты его знаешь, этого человека. Но вот так происходит. Я нечто удивлялся, а потом появился вот, что и мне нечто немножко стало понятно, что же происходит. Люди не одинаковы. У одного так, у другого так. Но истина одна. Христос. Все. Все остальное. Вот земля и дела на ней сгорят. Вот представляешь, земля и дела на ней сгорят. Земля это религия. Земля это мир верующих. Но оттуда Господь заберет, заберет, заберет своих. И Он своих выведет из темницы и пришел освободить пленных и как еще, привести из темницы, как-то так. Все эти хорошие вещи, все эти благотворительные фонды, все, 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 все это тьма. Только Христос. Нет иного имени под небом. А язычники что спасутся? Я так надеюсь, что многие спасутся. Большинство, конечно, погибнут. Но многие спасутся. Где? На суде. При жизни. Спасение христианина при жизни происходит. Блажен, умирающий в Господе. Блажен, умирающий в Господе. Вот кто умирает в Господе, вот я сейчас, если умру, и я буду в Господе, душа моя, говорит, во Христе блажен. А что значит блажен? Бог желает этого, эту душу, этого человека, Христа желает. А Бог желает только Христа. Больше ничего не желает. Вот дела язычников. Если мы сравниваем с делами христиан, у нас дела у христиан вроде бы как корыстные. Мы ради спасения, делаем. А язычник, если делает доброе дело, то он делает его как бы уже от сердца, от своего сердца делает. Не думали? Объясняю. Это большое заблуждение, что ты сказал сейчас. Вот хочу тебя поправить. Если ты услышишь, мы делаем из корысти, да? Нет. Если из корысти делает человек, а я понимаю, о чем ты говоришь, под денег жалко, а надо дать, а для чего дать, чтобы получить потом похвалу, награду, чтобы заработать спасение, понимаешь, ну, конкретно, деньги, да, дать кому-нибудь, материально помочь, там, допустим, да? Вот такой случай. Но давать должны доброходно. Если ты недоброходно даешь, вот тогда уже ты корыстно даешь. Это уже плотское твое, то, что ты сейчас сказал, корыстно, чтобы получить награду на небеса. Вот сейчас услышали? Ведь написано, что вся наша праведность, как запачкенная одежда. Вся наша праведность. Мы не можем быть праведными без Бога. Нет, мы праведные. Должны, обязаны быть праведниками. Но праведный, праведный, праведник должен быть праведным, объясняю. Как запачканная одежда. Конечно, Он праведник Он белых одежды Но она запачкана Потому что Все равно запачкаешься ты в этом мире Все равно Всякий человек Это ликарство я думаю Я вот сколько на эту тему Говорил с людьми, с христианами Все равно дьявол сеет Нас зерно вот это тщеславие Когда мы отдаем что-то Все равно мы сами перед собой Ищем награды Даже сам в себе Сам в себе ищешь награды Ну это ты можешь так Рассуждать, ты можешь это Написать Там житие Свои размышления В Евангелии нету такого Понимаешь В Евангелии вот я тебе сказал А ты не услышал Ну не хочешь может услышать Я хотел бы чтобы ты услышал Я тоже раньше так думал Что вот надо Милостыню дать Нужно тому Нужно помогать Нужно Ну нужно Жертвовать что-то Понимаешь А тебе же жалко Я думал это правильно Вот как ты сейчас говоришь А для чего это все делается Ну чтобы угодить Богу А он потом воздаст Чтобы В общем По той причине Не у всех одинаково Там в мыслях Ну примерно Тот вектор О котором ты говоришь А теперь послушай меня Внимательно Но это Потом я тебе скажу Что это даже у язычников Есть Даже у язычников Но У христиан Тем более Все написано Все добрые дела В Боге Соделаны Что это значит В Боге Не в ангелах Не где-то там Во вселенной Нигде А в Боге В нем Все добрые дела В нем Соделаны Кто ответит На этот вопрос Да никто Если не открыто будет Ответь мне пожалуйста Уже Соделаны Ответь Ну я Если как я понимаю Что то Господь управляет Всеми добрыми делами И все что ли Весь ответ Я не знаю Можно и пошире Растолковать То есть Ну вот Смотри допустим Я нуждаюсь в чем-то Да А Господь может положить Тому человеку Даже Не желающему Давать Мне положить На сердце Чтобы он Поделился со мной То есть То дело уже было Богом Как бы Направлено Тот может даже Неверующим Ну да Да И он Коснулся его сердце Хотя тому Не выгодно Он поэтому пожалеет Нет Ему воздаст Бог За это добрые дела Это Вот оно и будет На суде Это доброе дело Но он будет Радоваться И благодарить Бога Что он дал ему Это сделать Все равно Когда Когда спасется Уже душа После Суда Славить будет Бог Благодарить Все равно Все от Бога Но он может Не сделать Это дело Другой Он может Не сделать Это уже Противник будет Это уже Доброе дело Он не сделает Это очень тяжелая Вещь Уже Для души Вот тебе скажу Важную вещь Благодать Это не Прибыль Какая Деньги Там Благодать Это Христос Благой дар Благодатью Вы спасены И сие не от вас Дар Божий дар Спасаемся Благодатью А это Благодать В нас Уже Душа В ней И дает И помогает И молится И любит Это новый человек Понимаешь Это Христос Благодать Я не говорю О той благодати Материальной Я говорю о благодати В сердце Которое разливается Вот этой радостью А вот об этой Я благодати говорю Особым ощущением В теле И оно Вот В душе Это все находится Это особое чувство Которое Больше нигде Нельзя обрести Это не благодать Это Царствие Божие Не пища И питье А радость Мир И праведность Ну а как В твоем понимании Благодать Что Как ты видишь Благодать Божия Христос Иисус Христос Сын Бога Живого Вот благодать Сын дан нам Благодать А не то что Благодать Это как бы Даром получивший Что-то Даром Приобретший Там Или еще Что-то Господь Господь Ты сказал Что делаете Одному из малых Делаете мне Господь Соотношение Делает Опять же Через людей И значит Господь Если малый Тут радуется То и Господь Значит Веселится Тут же Какое Соотношение Совсем Это не так Для малых Постолов Показал Это его Братья Малые Братья Что для них Сделаете То для меня Сделаете Это не для соседа Это для малых Это если Кто сделает Для малого Это Посланника Ученика Посланника Что он Как посланнику Это сделает То для меня Сделает Это же Совсем Не для народа Народ вообще В стороне Как вы не можете Понять Что народ Он говорит Что Вам дано Знать Тайны Царствия А иным В притчах Не благодаря Как ты можешь Отделить От народа Божьего И небожьего Как ты можешь Выбрать Это мне не дано Если он может Какой-нибудь Законспирированный Божий А ты его Вообще Не так Оценишь Это мне не дано Это мне не дано Не оценивать Не выяснять Мало кому дано Это Не знаю кому дано Я не знаю кому дано Поэтому Отвергнув От себя И вдруг Ты отвергнешь Как раз Божьего Кто знает К тебе Христос пришел А ты его не принял Не накормил А я узнаю Если я рожден свыше То я увижу Христа Я увижу Христианина Это в нем Изобразится Христос Что значит Рожденный свыше Не может Увидеть Царствие Христа Не может Увидеть Вот будут Убивать Христиана Они не видят Что это Христос Не нерожденные Свыше Это Порождение Дьявола Будут Убивать Христиан А вот Христиане Рожденные Свыше Они увидят Что это Апостол И они Пойдут За ним Что это Иудей Духовный Вот он И будет Прощать Грехи Кому Простить И на ком Оставить Это Последнее Духовное Это будет Такое Духовное Действие Это все А сейчас Сейчас Вот берут Писание Читать Это на самом деле Читать И никто Не поймет Вот простолюдины Простые люди Читают Это не для них Это только для учеников Евангелие Это только Для избранных Для избранных Святых Призванных Писание Священное Ваше общение Говорит Апостол С нами А наше С Богом Отцеем И Сыном Его И Иисусом Христом Почему От Первой Церкви Пошло Вот это Хотя Не понимают Что это Такое Почему Запрещали Читать Священное Писание У католиков А потом От этого В православие Перешло Раньше Тайные Вообще Вот и все Писания Библейские Евангельские Писания Это Тайные Писания Это В тайне Из церкви В церковь Послание Пере Переходило Тексты Священных Писаний Это В тайне Хранить Тайны Церкви Должны Были Тайны Тайны Церкви А сейчас Напечатали Много Экземпляров И Всем Раздают Каждый Дом Все Это Это Не Это не Божье Дело Но Бог Бог Собир Господь Повелел Все Твари Нести Слово Божье А кому Он Повелел Апостолам Кому Да А не Апостолы Кто Кто Научит Нас У каждого Из нас Есть Учителя Ты От кого Ты Учился Я От кого Ты Учился Я Ни От кого Не Учился Все От брата Ты Много Подчеркнул Все Будут Научены Богом Кто Все Представляешь Вот мы Читаем Да В Иваны Это Еще Написано Это Ветхом Завете Что Это Наперед Пророчество Все Будут Научены Богом Или Это Как Понять Все 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 Это Понятно Понятно А когда Написано Ибо Все Из Него Им И И Нему Ему Слава Вовеки Аминь Кто Все 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 Те же Самые Кто Научены Богом Будет Те Рожденные Свыше Вот Когда Пишется Все Это Пишется Избранным Святым Это Пишется Вот Они Читают Это Им А Мир Это Отдельно Они Отдельно У них Другой Мир Они В Другом Мир Должны Быть А Этот Мир Это Мир С Мира Сего Дьявол Смотри Вот Господь Пришел Погибшим Овцам Израилевым Да И они Были Погибшие Уже Для чего Смысл Тогда Приходу Они Погибшие Это Также Можно Сейчас Распространить На всех Да Ибо Хочет Допустим Бог Спасение Грешникам Бог Хочет Всем Спастись Это Можно На всех Потому Что Все Согрешили Господь Говорит Я Послан Только К Погибшим Овцам Он Послан Только К Погибшим Овцам Не Погибающим Израиль Погибшим Нет Погибшим И он Пришел Написано В другом Месте Он Пришел Взыскать И Спасти Погибшие Потому Что Там Он Среди Вот Этого Израиля Есть Овцы Но Они Погибшие Они Мертвые Все Они Мертвые Да В ком Христа Нет Тот Мертвец Почему Нельзя На этот Мир Когда Господь Говорит Я Пришел Ко всем Почему В секту Нельзя Когда Можно Из Завидеть Да Не Хотят Не Хотят Ненавидят Бога А намерение Господне Оно Такое Как и Погибшим Овцам Так же Погибшим Да Он Бог Гей Он Бог Намерение Это Не Человек Приходит С Намерением Он Знает Сердце Каждого Он Не Верял Себя Другим Себя Вот Христос Себя Не Веряет Слово Не Веряет Потому Что Знал Всех Вопрос Даже Не Вникать Я Думаю Не Следует Мы Должны Касаться Вот Своего Личного Спасения А я Вникаю Вникаю Это Дела Божьи Кто Знает Кто Из Язычников Завтра Или Через Пять Лет Обратится Или Через Двадцать Пять Лет Мы Сегодня Его Уже Мертвецов Считаем А Завтра Он Свет А К чему Ты Это Сейчас Говоришь Я Очень Хочу Чтобы Спаслись Мои Близкие Люди Хочу Чтобы Другие Спаслись Люди Потому Меня этот вопрос Очень волнует А как Подступить К нему Я Не знаю Я Только Молюсь Богу Я И все Я вижу Что по Моим Молитвам Я Вот Допустим Смотрю На родных На своих Я Несколько лет За них Молюсь Каждый День Я Вижу Перемены В людях То есть Они Приходят Они Начинают Интересоваться Задавать Какие-то Вопросы А Как Здесь И Как Там Все Таки По Молитвам Близких Своих Ты знаешь Если у меня Нету Побуждения К молитве Я Уже И не Молюсь Вот Как Раньше Надо Помолиться Утром Как Обязательно Там Вечером Допустим Днем Помолиться Как Обязательно Как Обрядово Ритуально Это Годы Проходили Вот В этих Ну Правила Или Обряды Или еще Как Назвать А сейчас Нет Сейчас Я молюсь Я сразу Я даже Не иду Заходить Куда-то Что Я вот Кушаю Молюсь Сразу Вот Если мне Что-то Коснулось Я молюсь Я В огороде Там Даю Козе Молюсь Сижу Молюсь Иду Молюсь Ночью Проснусь Молюсь Вот так А не то Чтобы Я там У меня Тоже Сто поклонов Сто поклонов Молите Молитва Слов Вот эти Мантры Все Господи Помилуй По сто Раз Да нет Я не об этом Знаешь Кто говорит Вот я Рассуждал Недавно Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Кто Себя Ощущает Что он Будет Грешить Все равно Что он Гаденький Понимаешь Вот всякий Гаденький Он Перед Власть Имеющим Вот у меня Уже Несколько Лет Я Работаю По ночам Где-то Ну Три года Да И вот Я чувствую Побуждение На молитву Я каждый раз Смотрю На часы Пол третьего Ночи Понимаешь Пол третьего Ночи Меня кто-то Побуждает Я тут же Бросаю Все свои дела И Отключаю Телевизор И все И начинаю Молиться Понимаешь Кто Меня Кто Меня А Сатана Опять же Ты ладно Подожди Еще 10 минут 5 минут Еще погоди Тут надо вот доделать Да ты меня не слышишь Ты меня просто не слышишь Молиться Молиться Конечно Ты просто не дослушиваешь Понимаешь На полсловия перебиваешь Говори 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 Я тебе хочу О молитве Которая посылается Именно от Господа Которая Идет Побуждение На молитву Вот Опять же Опять же Господи Помилуй Это Оно как утешение Вот я допустим Нахожусь В страшных болях Понимаешь У меня У меня нету Никакого утешения У меня даже нет руки Вот чтобы я положил На больное место И как бы ее Пригрел Вот теплом Своей руки И я начинаю молиться Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Понимаешь И это Заменяет мне Христиан Христиан Они там Опять не слышу Тогда дослушай Меня Послушай Как ты мне делаешь Замечание Чтобы я дослушал Так и ты Дослушай Ты не слышишь Меня Будь скор На слышание И медленно Слова Я тебе говорю А Вот это Господи Помилуй Господи Помилуй Вот эти мантры Которые мантры Эти Здоровый Человек Приходит В храм И так Нужно Дома Там он Помилуй Помилуй А он здоровый Все нормально У него А он все Помилуй Помилуй Ты В твоем состоянии Ты нуждаешься В милости Ты нуждаешься А он Не нуждается Он должен Не грешить А он Знает Что он будет Грешить Заранее Что он все равно Там не устоит Там где-то Сблудит Где-то Напьется Курить Будет Продолжать И мол Заранее Он себе Кто как Вот это Господи Помилуй Оно не должно Быть Как ритуал Ты имеешь Нужду Физическая Боль Физическая Немощь И ты Милость Это хорошо Я вот Говорил Одному Человеку Я говорю Ты болеешь Я говорю Скажи Господи Помилуй Поплачь ему Пожалуйся ему Как тебе трудно Попроси милости Попроси утешения Господу Поплачь и Пожалуйся Вот молитва Опять же Знаешь Оно вот существует Допустим В православии Берем Я вот общаюсь С людьми Знаешь Вот эти вопросы Они не поднимаются Они совершенно Не муссируются Никак Вот Люди Знаешь Как-то находятся На одной волне Вот ты молишься Да Молюсь я молю Или Господу Богородице Молюсь А по сути Люди-то не молятся Молитвы нет Совершенно Никакой А потому что Не знаю Будет проповедано Истинное Евангелие Сказано А что До этого Было не истинное Проповедование Конечно Ни в коем случае Вот сейчас Евангелие Священное Писание Она Непререкаемая Непререкаемая Понимаешь Но если Ее дать И сказать Что Ты свободен Делай что хочешь Грешник Так он Ее возненавидит Скажет Да это Мне не нужно Никогда Чтобы я Влюбил Врага Чтобы я Там Что-то делал Жертву себе Приносил Сораспинался Да зачем Ему это надо Это по плоти Плоть противится И все по плоти Воспротивятся Истинному Евангелию И тексту Евангелия Вот что он сделает А он себя Объявит Объявит Вместо Христа Он Царь мира И он Управит И он Ужасный порядок Наведет Вот Тонки Это не ужасный Придет Какой-то там Ужасный Войны Наведет Да какой же ужасный Если мир Наоборот Ему восхищаться Будет А говорят Что от него Власть нельзя Будет оторвать Какой он ужасный Я не знаю Я не знаю Как там Оторвать Чего можно Не будет Но Я имею ввиду Для мира Он станет Таким Привещать Будет Этим Мир Опять же Своим Вот этим Величьем Своим Умением Говорить Своим Харизмом Ну все Власть Все Власть Ну вот А вот Смотри Сейчас Баптисты Они же Все таки Нанимают Позицию Такой Понимающих Евангелие Да Они Понимают В полноте Евангелие Нет Конечно Ну а Чего они Так кичатся Да Все кичатся И православные Кичатся Зачем Православные Вообще Евангелие Они отвергают Вы не то что Не знают А отвергают Да Ни в коем случае Не отвергают Уж совсем Православные Отвергают Я Я тебе сейчас Пример Я с одним Говорю Несколько лет назад Я говорю Давайте читать Библию Будем И изучать Библию Да Хорош Что ты придумал А он в церковь Ходит Все Он такой Православный Понимаешь Зачем нам Это надо У нас У нас Бог Все Мы вот Каемся В рехах Любим друг Зачем Никакое И так все Настроить Ну Урод из Уродов Урод из Уродов Вот и все Это же не значит Все православные Такие Не Православные Это очень Обширный Царство Обширный Народ Там много Тех Которые Рожденные Свыше Но им Нужно Родиться От Бога И кто Христа Примет Это Рождение От Бога Тогда Я к чему Клоню Тогда Кто знает Сегодня Истинное Евангелие А Каким Образом Его Познают А вот Кто знает Кто знает Только тот Кому Бог Открывает Вот Кому Открою Никто Не Закроет А Открывает Он Младенцам Вот Кто Рожденный От Бога Начинается Открытие Евангелия Но Надо Уже Достигнуть Возраста Во Христе Уже Быть Отцом Отцом Духовным Отцом И вот Тогда Уже Познание Уже Когда Я был Младенцем Я По-младельчески Говорил Мыслился А когда Она стала Совершенной Вот Совершенной Он уже В нем Дело в том Что он Не просто Знает А в нем Царствие Вот он Благовествует И он Благовествует Он не обязательно Цитирует Писание В нем Вот Евангелие От Луки От Матфея Они же Откуда брали Они сами Говорили В нем Они о Христе Говорили О царстве О том Кто в них И тот Кто в них Он говорил Духом Святым Понимаешь Вот Говорил бы Пятый Апостол Он тоже Евангелие Говорил бы Шестое Седьмое Все Евангелие Понимаешь И сейчас Апостол Пойдет Он будет Евангелие Говорить Он будет Говорить То Что нужно Именно Вот этому Человеку Или Несколько Человек А не так Чтобы Этому Говорить Не говорить Он увидит Где свинья А кто Пес Ему Дано Видеть Кто Пес Кто Свинья Ему Видеть Дано Кто Жаждующий Он Тому Воду Даст Пить Это Духовный Мир Вот Тогда Уже Это Опять же Это Будет Как Схождение Как На Апостол Жди Сходили Так 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 Обязательно Обязательно Но Им Еще И суд Будет Верен Еще Больше Дела Которые Я делаю Верующий В меня Еще Более Сих Сотворит Еще Более Что Значит А что Может Суд Постол Будет Ити Посланник Ангел Сын Божий Бог Будет Ити В нем Это Христос Приходит И Вот Суд Вот На ком Он оставит Грехи Все Это Уже Безнадежный А Кому Простит Тому Простится Это Владыка Идет Вот Это Владыка Идет А вот Эти Православные Реликозные Владыки Сгорят Дела Земля И дела На них Сгорят Все Сгорит Посланники Пойдут И они Каждого Будут Кто Есть Кто И кому Какую Пищу Давать Что Тебя Это Расстроило Что Что Меня Расстроило Меня Вообще Ничего Не Может Расстроить Не Верю Я Тебе Когда Ты Так Говорю Я Никому Не Верю Когда Ничего Не Может Расстроить Сейчас Испыт Может Можем А Ты Ты Говоришь Я Тебе Не Верю Я Сейчас Лежу У меня Утром Были Почечные Колики Ты Знаешь Что Почечные Колики Я Лежу Мне Матушка Сделала Укол Меня Боли Менее Отпустило Я Знаю Что Сейчас Я Перестану Говорить На Меня На Хлынет Волна Боли Ты Думаешь Я Буду Помнить Что Меня Расстроило Я Буду Погружен В Эту Тарскую Боль Понимаешь Не Понимаю Если Так То Конечно Я Не Понимаю Этого Но Расстраивать Человека Ты Пока Живой Тебя Может Что Расстроить А Что Ты Имеешь В Вот Этого Я Не Знаю Я Этим Не Живу Совсем Меня Даже Если Что Расстраивает После Первой Молитвы Господь Во Мне Это Выравнивает Вот Как Звуковую Дорожку Знаешь Убирают Эти Самые Волны И Она Становится Ровненькая Такая Ну Очень Хорошо Очень Хорошо Ладно Брат Это Ну Все Созвонитесь Все С Богом С Господа Субтитры Субтитры Субтитры